Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие мои подписчики! С вами я, Светлана Коскини. У нас сегодня опять солнечный день. Всё, природа даже за то, чтобы я снимала видео. Поэтому сегодня у меня прекрасное будет видео-влог о моих покупках и о моих подарках, которые я получила и сделала в Турции. И вот даже не знаю, правда, слушайте, я думала, думала, с чего начать, и до сих пор так и не решила. Но, знаете что, давайте я начну вот с этой броши. Я вам покажу эту брошь. Вот такие два замечательных клубочка. Это ручная работа. Брошь приехала ко мне, по-моему, из Португалии. Мне подарила её старшая дочь, Инечка, на день рождения. Специально заказала какой-то мастерице, чтобы мне сделали мою фирменную такую вот вязальную брошь. Вот как она замечательно смотрится. Значит, Инечка, спасибо большое, дорогая. Прямо, ну, красота. Красота. Скажите прям вот образ такой сразу. Что я хочу вам показать? Давайте я вам сначала, наверное, покажу те покупки, которые я всё-таки сделала. А потом под конец уже самое интересное – это подарки. Правильно? Значит, смотрите. Как я уже рассказывала в предыдущих влогах, я была в Турции у своей вязальной подружки Эллы Аксакал. И вы можете посмотреть наше видео и моё, и Эллина. Вот предыдущие. Там, где мы рассказываем, как мы встречались, куда мы ходили. В одном из влогов я показывала в магазин пряжи, в который в Турции, в городе Фетхи, в который мы заходили. И там я восхитилась мереносовой носочкой. Представляете? То есть, терпеть не могу. Меренос вообще не вижу из него практически ничего. Тем более носочку. А тут я так просто была поражена этим изобилием и красотой. Но на самом деле, честно скажу, если бы я не потрогала на вязальной встрече носки из неё, из этой пряжи, я бы столько не купила. Но так как я посмотрела это, потрогала эти носки, я поняла, что это какой-то немножко другой всё-таки вид или обработка мереноса, которая мне понравилась. И мне захотелось её испробовать, попробовать самой. Но когда я в магазине, конечно, я увидела это просто великолепие цветов, разнообразие, вот эту радугу сумасшедшую, я не могла остановиться. Меня уже было не остановить. Ну и, конечно, цены в Турции нас тоже радуют. Давайте, не отходя далеко от кассы, я вам буду показывать, значит, вот носочку, которую я купила. Это фирма Физа. У них есть интернет-магазин. Правда, я не знаю, куда они доставляют. Это я пока не выяснила. Мне пока не надо, но вы можете попробовать, в общем-то, посмотреть. Там, правда, на турецком всё. И я оставлю ссылочку на этот магазин, как бы без проблем, в инфобоксе. Вот, здесь, значит, смотрите, вся эта пряжа, которую я сейчас буду вам в пасмах показывать, это пряжа ручного крошения от турецкой фирмы. Это семейная фирма, которая ратует вообще за сохранение природы, земли, чистоты и всего остального. Они очень много жертвуют на благотворительность, на сохранение природы, на чистку, там, чего-то там. Вот, и они вручную красят эту пряжу. И здесь у нас 75 меринос и 25 полиамид во всех пасмах. Сейчас я вам буду просто по очереди показывать, а те, что показала, выкидывать. Вот такая, вот такие вот замечательные, красивые. Но, к сожалению, вы видите сейчас это в другом. Вот эта пряжа, вот эта пасма точно у них сейчас есть на сайте. Девочки, ну согласитесь, тут же невозможно было остановиться в своём выборе. Мне всё надо, мне всё надо. Посмотрите, какие великолепные краски, какие вот я очень люблю, когда вот так вот с крапушками, прямо вот это вот, вообще прямо вот. С крапушками, с крапушками, это прямо вот, руки слушайте сами. Это всё меринос, девочки, это всё меринос. Я не знаю, что я с ним буду делать. Ой, вот эта, смотрите, какая нежная-нежная, прям вообще столько цветов. Очень красивые палитры, очень разные. А теперь смотрите, какая, вау! Вот такая вот, вот такая вот вообще контраст, такой сочность, яркость, прямо вообще, прямо вот, вообще супер. И вот эта вот последняя пасма, потрясающе, просто потрясающе. Слушайте, ну дело в том, что, конечно, ценовая политика просто восхитительная. Ой, посмотрите, как она мне идёт, обалдеть. А ценовая политика, конечно, по-моему, около 6 евро такая пасма стоит, ручного крошения. Вот. А в Финляндии мериносовая носочка ручного крошения стоит, по-моему, насколько я не ошибаюсь, ну от 35. Есть подешевле, конечно, но вот прям хорошие фирмы, прям так с такими красивыми красками от 35 евро. То есть, ну вы понимаете, что я не могла не купить всего этого. Я не могла, я не могла. Это то, что я купила в этом магазине. А сейчас я вам покажу то, что я купила у Эллы в магазине. У Эллы в магазине я сейчас сначала вам покажу. Вот такие вот именно в моточках, да, смотрите, какой носочек получится. Вот. Вот такой вот красивый, замечательный. Вот, девочки, я даже не буду вам говорить, что это за... То есть, это состав, классический носочный состав. Тут никакого мериносу уже нет. Вот. Вот такая вот. А нет, вру, девочки, всё. Это, это, вот это, вот это, вот это я купила. Потом я купила, смотрите, вот такую пасму. Вот. И то, что в пасмах, девочки, это у нас стуковая бобинная пряжа. У Эллы я купила. И фирма там, насколько я помню, по-моему, это или Нако, или Ализе. Вот. Но при этом, как бы, вот она мне очень нравится. Очень нравится. Потому что она вот немножко всё-таки, знаете, Ализе носочка тоже есть разная. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. Просто обалдеть. Просто обалдеть. Очень здорово. Взяла даже вот такой синий, потому что... При том, что я не люблю синий, холодные вообще цвета, не люблю. Но этот синий, думаю, нет, надо брать. Надо брать. Такой он красивый. Если не себе, то кому-то и на мужские носки он будет потрясающе красивый. Это то, что я купила. Вот такой вот зелёный. Боже, я сюда вижу, девочки, посмотрите. Я сюда вижу какой-то махерчик. Или белый, или серый, или зелёный. И он будет... Он просто заиграет просто волшебно. Волшебно. А не посмотрите, какой он шерстистый. Вот если видно. Он настолько шерстистый. Вообще классно. Ну, здесь я говорю классический состав. Так, шерсть, да, полиамид 420. Ничего, ничего... Ой, посмотрите тоже, какая красота. Вот. И ещё я купила, значит, два вот таких вот малипусика. Девочки, вот таких вот два малипусика купила. Слушайте, ну невозможно. Это вот тоже куда-нибудь вставлять на вставочке. Прямо вот, ну прелесть, прелесть. Посмотрите, какие цвета. Слушайте, вот так вот Элла ещё оформляет. Ой, как классно. Вообще. Вообще классно. Вообще супер. Ещё я купила, значит, после этого я купила такие вот... Такую травку разных цветов. Я вам уже рассказывала в предыдущем видео, как меня пересвечивать немножко. Я показывала в бобинах эту пряжу, травку. Она очень-очень шелковистая. И её я взяла именно на то, чтобы манжетики носочков, такие вот с отворотиками, вязать, которые можно или просто отвернуть, или наверх, чтобы потеплее было, как гольфиками, знаете, такие вот. Или можно их отвернуть прямо вот на ботиночки, на кроссовочки. Вот. Потому что у меня есть там задумки. Вот это вот единорожек такой вот. У меня задумки там детские носочки есть в подарке на Рождество. Вот. Потом у меня самой я очень люблю жёлтый цвет. И много чего нашёл с жёлтым цветом. Это я себе буду вот вязать. И вот такую вот травку тоже я прикупила себе у Эллы. Именно для вот этих вот манжетиков. Прямо вот замечательно. Потом я купила себе ещё вот такую вот намоточку. Такие вот шишибрики. Так, чтобы в тени попасть. Вот вам показываю. А они тоненькие. Это тоненькая, тоненькая, тоненькая. Посмотрите, какая вот с такими... Вот. Так, секундочку. Вот. Вот с такими вот утолщениями пряжа периодически. Вот. Её, конечно, можно будет добавить куда-то. То есть, она именно такая, знаете, как фантазийная пряжа, которая добавляется к чему-то и придаёт какого-то вот такого интересного шарма. То есть, например, какому-то серому, там, тому же мериносу, например, который сам по себе в глади не очень интересен. Вот. Можно добавить вот такие вот штучки. И они будут очень-очень оживлять и сделают очень интересное полотно. Вот. Ещё не придумала куда, но обязательно использую. Вот такую вот бобиночку купила. И потом я ещё прикупила вот такой вот люрекс на вискозе. Он мягкий-мягкий. Девочки, но настолько тонкий, что я даже... Я даже вам передать не могу, насколько он тонкий. Он прям вот... Я даже не знаю. Там, знаете, если вы посмотрите видео, помните, там такая бобина стояла? Вот. Сейчас вам покажу. Вот такой вот толщины бобина этого люрекса. Вот этого вот фиолетового. И она была, знаете, сколько? 900 грамм. 900 грамм. То есть, у меня здесь, если я не ошибаюсь, грамм 30. Дай бог, если есть. Но этого хватит. Вот на большое плечевое, например, изделие. Или его можно даже и в носочки добавить, и везде. То есть, куда угодно можно будет добавить. В общем, про запас купила себе вот такую вот штучку. Это из того, что я купила. А теперь я вам покажу всё-таки те подарки, которые Элла мне презентовала. Значит, Эллочка мне подарила тоже вот такой вот замечательный... Слушайте, ну, солнце сейчас немножко перебивает. Слишком ярко. И, к сожалению, оно... Ну, вот, не знаю. Видно? Вот, наверное, вот так вот. Вот такой вот тоже люрекс она мне подарила. Это не одна намоточка. У меня три такие намоточки. Тоже можно добавить будет в любое изделие. Он тонкий-тонкий, очень нежный, очень мягкий. И очень такой, знаете, деликатный люрекс, который замечательно освежит и придаст такую вот элегантность какому-то изделию. Вот это вот мне Эллочка подарила. Потом мне, значит, Эллочка подарила... Так, сейчас, секундочку. Так, Эллочка мне подарила вот такую замечательную бобинку от видового мериноса итальянского. Я не помню, сколько здесь по толщине, но я из него прямо в Турции связала уже образец на спицах номер 3, если не ошибаюсь. Отметила здесь? Нет, не отметила, конечно. В общем, сейчас я покажу. Сейчас я покажу. Вот, посмотрите, какая красота. Какая красота. Очень красивый цвет, потрясающий цвет, красивые такие крапушки, твидики разноцветные. И вот эти вот синие крапушки, они очень классно охлаждают этот достаточно теплый, насыщенный цвет. Вот, Эллочка, спасибо большое. Прямо это надо куда-нибудь... Какой-то сумасшедший же карт надо будет придумать для него. Вот, потом, значит, мне Эллочка еще подарила носочку. Это рождественская носочка. Носочки будут в стиле Рождества. Вот, уйду, наверное, немножко от солнца. Так ждала, ждала, чтобы было времени. Я всегда снимаю второй полный дня, потому что у меня приходит солнце. Иначе очень достаточно сумрачно в комнате. Но сейчас, к сожалению, оно слишком пересвечивает. Но я думаю, вы меня простите. В общем, вот такой вот замечательный, красивый цвет. Вот, его можно, конечно, ассоциировать и с Рождеством, и с летом. Там как будто это арбузик, да, смотрите, какая потрясающая. Мне нравится. Вот я прям сразу вижу, девочки, вот я не знаю, видно вам, не видно, насколько она шерстистая эта пряжа, как много... То есть, она вот такая, знаете, вот прям видно уже как бы пух такой, который и по ощущениям. То есть, чувствуется, что это будет такие вот крепкие, теплые, хорошие носки. Вот. Вот, потом мне еще... Элла знает, что я, кстати, люблю Наку. Мне нравится Наку. Вот, но я всегда... У меня в свое время, мне тоже муж присылал из Голландии, Нака Бохо. Именно, который, вы знаете, как жаккардом, как будто рисунком. Но вот Аэллочка мне подарила вот такую вот пасму интересную. Очень интересный цвет. Честно говоря, в носочке я такого не встречала. Вот, кстати, вот здесь вот видно цвета. У меня, кстати, вот этот вот есть до сих пор цвет. Вот это вот у меня очень есть, да. В общем, буду пробовать из Нака. Очень классный, очень-очень красивый. Я вообще ничего не имею в носке против, как бы, такой, знаете, бюджетной пряжи. Вот. Вот, но надо пробовать. Конечно, не всякая бюджетная пряжа, она хороша. Вот. И вот эту, которую я уже доставала, я забыла, что это мне Эллочка подарила. Вот такая вот замечательная пряжа. Тоже носочечка. Вот. Буду из нее вязать. Смотрите, какая замечательная. Да, и я думаю, что если сюда, кстати, добавить тоже или люрекс, или люрекс и кидмохер. О, беленький, какая там будет красота. Такое нежное будет сочетание. Прям потрясающе. Очень красивая. Очень красивая пряжа. Эллочки, большое-большое спасибо. Это то, что касается пряжи. И я надеюсь, я надеюсь, что я ничего не упустила. Мне кажется, что я ничего не упустила. Вот. А сейчас я вам покажу вкусняшки. Конечно. Ну, девочки, как можно... Какие подавки без вкусняшек? Мы все время... Мы уже девочки взрослые. Мы уже знаем, в чем состоит, в общем-то, удовольствие жизни. И без вкусняшек удовольствия жизни не бывает. Вот. И все мы, конечно, хорошие хозяюшки. И друг другу дарим что-то такое вкусненькое и необычное. Сейчас я вам покажу. У меня тут целый подносик лежит. Опа. Целый подносик. Я его поставлю сюда на стол себе. Оп-оп-оп. Главное, чтобы мне все это не улетело, не упало. Так. Сейчас. Секундочку, девочки. А то меня, боюсь, перевесит стол. Он у меня такой не очень шаткий. Итак. Ну, начнем с кофе. Конечно, турецкий кофе. Турецкий кофе. Вот пакетик турецкого кофе мне подарили. Потом мне Элочка подарила вот такие вот цветы. Насколько я понимаю, это бутоны розы, наверное, да? Которые можно добавлять. Сушеные цветы, которые можно добавлять в чай, например. Очень будет красиво и вкусно. Я очень люблю, кстати, когда у меня специально куплен вот этот вот прозрачный чайник. Я специально искала прозрачный чайник, чтобы в нем можно было заваривать такие, знаете, цветочные чаи, которые красиво распускаются цветы, чтобы их видно было. Вот это вот просто потрясающе будет красиво смотреться. Потом Элочка мне подарила вот такой вот замечательный гранатовый бальзамик. Девочки, смотрите, бальзамический уксус и бальзамик – это разные вещи. Вот. Бальзамик, он, видите, такой густой. Вот. Его тоже можно, в общем-то, добавлять куда угодно. И в салаты, и сверху даже на мясо, и там на рыбу чуть-чуть. Можно даже на фрукты. Вот. И хорошие бальзамики. Они его более выдержаны. Вот. У них выдержка очень бывает большая. Например, есть от 10, 15, 20 лет бальзамики. Они там просто баснословных денег стоят. А в основном они виноградные. Вот. Я очень люблю их использовать. Но здесь именно гранатовый, еще в таком вот красивом кувшинчике. Когда он закончится, я буду потом в этот кувшинчик переливать уже просто те, которые я буду покупать. Вот. Но гранатовый – это прямо вообще очень вкусно. Он такой кисло-сладкий, знаете, прямо для гурманов-гурманов. Спасибо, Элочка, большое. У нас такого нет совершенно в продаже. Вот. Потом Элочка мне подарила вот такую вот баночку. сказала, то есть она там выбрала, сказала, что это вот очень-очень классная паста из черных оливок. Ее можно там намазывать на бутербродики, на брускетты, там, знаете, вот такое вот. Очень оливки я тоже очень люблю. И буду пробовать. Она у меня еще запечатана, я еще не пробовала. Потом Элочка мне подарила вот такую вот сказочную, слушайте, прям прелесть какая, баночку, варенье. Это варенье именно как бы производственное, да, из перцев, из сладких перцев, из болгарского перца. Смотрите, какое оно прозрачное, какой цвет шикарный. Вот. Его тоже я еще не пробовала. И это очень-очень интересно. Первый раз буду пробовать в своей жизни. И как в моей семье всегда говорили, если ты первый раз что-то пробуешь в своей жизни, надо заказать желание. Вот. Буду загадывать желание. Первое желание я загадывала в Турции, потому что в первое же утро Элла, когда меня кормила завтраком, она на завтрак поставила свое варенье. Вот такое варенье. Я у нее просто выпросила с собой одну баночку, чтобы самой еще попробовать и дать попробовать всем своим знакомым. Но это очень необычное варенье. Девочки, это варенье из Оперца Чили. Представляете? Сейчас я вам даже попробую открыть его. Не знаю, видно вам будет или нет. Это варенье из перца чили. Оно совершенно не острое. Оно сначала, ты ешь его, оно сначала сладкое, а потом некий такой, знаете, пикантный вкус появляется. Но невероятно. Я всем, кому уже давала попробовать, все в восторге от этого варенья. Особенно оно классно с твердыми сортами сыра. Ой, слушайте, у меня уже полный рост слюней. Все уже, это самое. Уже надо идти кушать такое. Элла сказала, что очень легко его готовить. То есть, надо острый перец. Надо у Эллы, кстати, уточнить. Я думаю, что надо, ну, как бы семечки, конечно, удалить. Вот, и засыпаешь на ночь сахаром, а утром варишь. И все. Надо попробовать. Вот такая вот вкуснятина и красота. Еще Эллочка мне подарила такую волшебную ложечку. Слушайте, очень красивая ложка. То есть, вот с этим вот турецким глазиком. И главное, посмотрите, с какой чеканкой внутри. Вот такая вот очень красивая ложечка. А, я еще не достала, еще Эллочка мне подарила камни. Натуральные камни, такие подвисочки сюда. А, забыла достать, сейчас хорошо вспомнила. Из натуральных камней, которые как бы соответствуют моему знаку зодиака. Не помню, как они называются. Но, в общем, два таких красивых камня. Один, по-моему, зеленоватый, другой фиолетовый. Я думаю, что Элла напишет в комментариях, как они называются. И сейчас, если солнце скроется, я вам покажу последний подарок замечательный. Это вот такая вот футболка. Ай, как солнце пересвечивает сейчас, засвечивает. То есть, на этой футболке, девочки, как бы вам показать это. Сейчас, я думаю, что немножко солнце уйдет. Здесь вот так вот. Вот так я вам покажу. Смотрите, здесь замечательный такой вот котик. Причем это Эллен Проша, насколько я понимаю. У нее есть рыженький Проша. И здесь написано так. I love knitting. Это, скажем так, по дизайну Эллы создана эта картинка. И Элла делает вот такие футболки и сумки с такими вот рисунками. У нее можно купить или заказать. В общем, она мне подарила. Это классно. Очень классный подарок. Но вот, понимаете, когда нужно солнце, его нет. Когда не нужно, оно выходит. Вот так вот. Я, может быть, сделаю фотографию, вам поближе покажу. Ну, как так вот. Ну, смотрите, как оно. Замечательный котик. Это художница, Эллена-подружка художница. Так, давайте я немножко обратно себя подвину. Эллена-подружка художница. Не помню имени девушки. Она нарисовала вот по Элленому заказу эту картинку замечательную, этого прекрасного котика. И вот Элла теперь выпускает такие вот футболочки и сумочки с такой надписью замечательной, с таким котиком. Все, кто любят вязать и котиков, обращайтесь к Элле за такими заказами, с такими классными футболками. Ну, вот, девочки, собственно, и все, что я хотела вам рассказать, показать. Точнее, то, что я обещала вам так долго и вы так терпеливо этого ждали. Спасибо вам большое. Я думаю, что встретимся мы опять в воскресенье. Ну, и всего замечательного, хорошего, плодотворной и лёгкой рабочей недели. До встречи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»